Привет всем любителям рисунков! С вами Ксюша! Под моим видео вы набрали 3000 лайков, поэтому я снимаю для вас обзор моих скетчбуков. Их у меня всего три. Вот такой большой розовый с наклейками, вот такой с пироженками и вот такой скетчбук BTS. Начнем вот с этого скетчбука. Он у меня появился самый первый. Изначально я там рисовала только маркерами, но потом туда пошло все. Буду показывать рисунки очень близко, но чтобы вы могли срисовать, ну как бы поставить видео на паузу и спокойненько их нарисовать или сделать скрин экрана. Ну что, поехали! Мой скетчбук обклеен наклеечками. Здесь есть вот такая лисичка и вот такие разные наклеечки. Вот эту я раскрасила. Так, открываю. И здесь вот такая страничка с наклеечками Билли Айлиш. Билли Айлиш, это самые мои любимые наклейки. Я специально ими пожертвовала для этого скетчбука. Ну а теперь идут картиночки. Смотрим. Это я испытывала маркеры. Это авокадо. Это мой самый первый рисунок. Я считаю, что получилось очень классно. Дальше я просто испытывала все цвета. Вот такие они классные, прям яркие. И много оттенков серого. Потом я вам сделаю обзор на все мои принадлежности для рисования. Потому что 4000 лайков вы уже набрали. Следующая прикольная девочка в пижамке. Она такая сонная. И здесь такой вот ободочек. Кстати, вы мне такую девочку часто скидываете, но я ее не выбираю, потому что она у меня уже тут есть. Потом вот такой инь-янь. Очень мне нравится. Придумала такую идейку сама. Можно также сделать с другими цветами. Я выбрала такой красно-розовый и голубой и синий. И наклеила две наклеечки. Одна розовая балеринка, другая синенькая. Дальше идут вот такие классные планетки. Очень веселые. Вы можете нарисовать самые разные. Дальше мой самый любимый рисунок. Это такой олененок, который сидит в новогоднем шарике. Вы мне тоже такой рисуночек отправляете, но я его уже не нарисую. Простите. Такая балерина. Мне она очень не нравится. Он прям очень. И здесь такие наклеечки балеринки, чтобы хоть как-то ее украсить. А это очень легкий рисуночек. Обязательно его срисовывайте. Здесь много листочков. Мне нравится вот этот и вот это. Дальше идет очень крутой рисунок. Это Патрик из Спанчбоб в виде птичек Angry Birds. Вот Спанчбоб получился вот прям идеальный. И также я здесь наклеила наклеечки смайликов. Дальше идут вот такие прикольные картиночки. Здесь я срисовывала наклеечки Супермен, Джираф и вот такой коктейль. Прикольные такие пингвинчики. Можете их нарисовать в хаотичном порядке. Очень классные. Дальше идет лайк. И здесь наклеечка Open. Получается Open Like. Прикольная мороженка. Очень классно. Здесь три слоя. Можно выбрать разный цвет и сделать какой-то узор на стаканчике. Обалденная елочка. Можно нарисовать эти огоньки разных цветов. Но я выбрала эти. И также мне очень понравился этот горшочек. Здесь два коричневых или даже три. И такая прикольная полосочка. И здесь написано Very Merry E-Burn. А это компьютер из Спанчбоба. Точно не помню, как ее зовут. Но в общем она получилась очень похожая на себя. Дальше идет такой костюмчик. Здесь разные прически. Хвост и такие две шишечки. Потом такие кроссовочки, туфельки. Или свитер, или платье. Я не знаю, зачем я это рисовала. Просто захотелось. Видите, какие разные рисунки. То какие-то причесочки, то какие-то компьютеры. То мороженки, то листочки. Дальше идет такой прикольный медведь или мышка. Я не знаю, похожий сам на мышку. Человека-медвежечный человек. Или... О, я придумала. Человека-медвежечный-мышечный человек. О, идеально. И как бы он похож на мышку, но здесь мед. Дальше идет надпись Love you. Очень прикольная. Вы можете также нарисовать разными цветами. Я такую нигде не видела. Придумала сама. Дальше идут вот такие прикольные подружки. Видимо, лучшие подружечки. Здесь они так сплели свои волосы. То, что получилось сердце. Этот рисунок вы постоянно отправляете. Вот когда посмотрите это видео, не отправляйте те рисунки, которые у меня уже есть. Так как рисовать их точно я второй раз не буду. Дальше идет такой прикольный жирафик. Очень классный. Мне он безумно нравится. И он на таких трех шариках. Этого жирафика тоже очень часто отправляют. Дальше идет вот такая шоколадка, которую я нарисовала и простым карандашом наметила. Но пока что руки не доходят ее дорисовать. Но я думаю, прикольная идея нарисовать шоколад. Здесь такое фламинго. Здесь море. Вот оно. А это разводы на песке. Мне разводы очень нравятся. Прям такие прикольные. Это песок, это пальма, а это небо. И здесь лавка с кокосами. Не говорите, что кокос пишется коком. Просто я в то время забыла, как пишется кокос и написала кокос. Так. Дальше идет такая прикольная палитра. Вы мне ее тоже часто отправляете. Вот. Очень классно. Только у меня здесь тоже размазался линер. Жиза девочки подъехала. Дальше идет прикольный Пикачушка. Очень клевый. Правда, у меня здесь не влез хвост. Феечка Пинкс. Это муза. Я знаю, что я художница и умею рисовать феечек Пинкс. Но это получилось, не знаю. Феечка Пинкс. Поэтому я очень редко срисовываю девочек. Но вы мне, кстати, отправляете куколок. Я хочу их нарисовать, но я боюсь их рисовать. Понимаете? На видео мне страшно. Вот. Дальше идет такая прикольная девочка в пледике. И здесь у меня есть кружечка, видимо, с чаем или с кофе, из которой идет пар. Также можно сделать разноцветные пятнышки на пледе. Я выбрала фиолетовые, желтые, синенькие и розовенькие. Дальше идет такой прикольный тюленчик. Очень прикольный. И здесь очень много разных наклеечек. Прикольный ананас. Я, конечно, нарисовала его от руки. Но вообще здесь нужно все прям ровно размечать. Если получится, я просто хочу еще раз такое нарисовать. И потом вам покажу, что у меня в итоге получилось. Также можно его раскрасить разными цветами. Или одним, или двумя, или вообще радужными. Если будут открыты сообщения под этим видео, то обязательно пишите, хотите ли вы такой рисунчик, чтобы я нарисовала. Ставьте плюсики и минусики. Дальше идет такой прикольный рисуночек. Сразу вам все объясню. Здесь нарисовано сердце разбитое. И плюс нутелла. Мне просто не хватило нарисовать равно. И нарисовать типа такое сердечко, куда заливается нутелла. И типа получается так, что вот этого промежутка нет. То есть получается цельное сердце. И у меня получилось разбитое сердце плюс нутелла. Вот скажите, какой я везунчик по жизни. Все понятно. В одном рисунке. Дальше идет очень классный рисунок. Это кактус. То есть знаете, очень клево. Если у вас есть айфон, то там очень много прикольных смайликов в клавиатуре. И можно просто их срисовать. Ребят, если честно, я очень хочу порисовать смайликов. Можете мне в сообщениях отправлять смайлики и говорить, что это рисунок. Я буду их срисовать. Обязательно. Это будет даже лучше, чем рисунок, потому что я их обожаю срисовывать. Вот здесь кактус и такие два сердца. Очень классно. И также вот эти сердечки и всякие смайлики я обвожу таким серым фломастером. Авокадо с косточкой очень прикольные. Если не ошибаюсь, их тоже откуда-то срисовывала. Авокадо очень часто у меня встречается в инстаграме везде. Кстати, вот скажите, я реально везунчик по жизни. Посмотрите на глаза авокадо. Я не знаю, что с ними. Они должны были быть маленькими, такими маленькими. И у меня такие шары вместо глаз получились. В общем, просто неровный глаз получился. Я их выравнивала до этого момента, пока они не стали ровными. Дальше идут опять смайлики. Это осьминожка. И вот такая бутылочка с молоком. Очень классный. Ребят, я вас умоляю, пожалуйста, отправляйте смайлики. Я очень хочу порисовать на видео. Дальше идет крутой симпсон. Вообще бомба. Его мне тоже какая-то девочка отправляла из инстаграма. Но здесь я не писала, кто их отправлял. Дальше идет такой прикольный котик, который залез в пончик. Вы можете выбрать разные цвета для посыпочки и для вот этого сиропчика. Его, кстати, тоже очень часто мне присылают. Но вот у меня он уже нарисован. Дальше идет такой прикольный твикс. Очень классный. Здесь такой батончик, шоколадочка. Мороженое очень прикольное. Здесь тоже три слоя. Можно выбрать разные цвета для самого стаканчика. Вот здесь и разные кружочки есть. Также можно раскрасить любым цветом ложечку и сами шарики мороженого. Дальше идет чизкейк. Очень крутой. Здесь получается такой сиропчик. Голубика и клубничка. Мне очень нравится делать блики и тени для моих рисунков. Поэтому они получаются более-менее, я так скажу, знаете, не очень-то и красиво. По моему мнению. Дальше идет такой прикольный киндер. Очень большой рисунчик. Но можно его нарисовать в личном дневнике вот таким маленьким. И идет тик-ток. Вот такой тик-тук тоже можно нарисовать. У меня, кстати, заиметели есть и лайк, и тик-ток идеально вообще. Ребята, я не понимаю, что происходит, но у меня в лайке очень часто блокируют видео. Я, например, выложила видео классное. Ну вот реально классное. И его удалили. Вот скажите, почему я им поделюсь в инстаграме. Поэтому ссылочка на мой инстаграм будет в описании. И также обязательно подписывайтесь на мой лайк и ставьте много лайков. Потому что там блокируют видео мне очень часто. И надо, чтобы они быстро набирали лайков, чтобы его не блокировали. Так, дальше идут такие рисунки с челленджа. Нарисую рисунок за одну минуту. Здесь мы соревновались с моей мамой. Это мои рисунки, а это моя мама, разумеется. Так, ссылочка на это видео будет в описании. И это тоже рисуночек оттуда. Кстати, рисунок у меня такой есть. Мама его срисовала. Продолжаем. Дальше идет вот такой гугл. Очень прикольный. Он, видимо, чему-то удивился. То, что сафари его обгоняет. Дальше идет Кока-Кола. Очень прикольная и яркая. Я думаю, что можно нарисовать не красную обложечку, но вообще Кока-Кола красная. Но я думаю, было бы прикольно нарисовать ее синенькой, как, например, Пепси. Или оранжевый, как Спрайт. Ой, оранжевый, как Фанта. Спрайт. Дальше идет такая зубная паста. И здесь, ну, как бы, зубная щеточка. И здесь такая лежит зубная кошечка. Дальше идет такой прикольный Мишка. Очень миленький. Такой сонный. В общем, очень милашка. У меня здесь такой колпачок даже есть. Модная помадка. Ее также можно нарисовать разных цветов. Например, это такой бордовый. Можно даже черный, я думаю, потому что разные помадки есть. Дальше идет такой какие-то единорожный объект. И здесь такое сердечко. И тень. Очень прикольный. Вот такой рисуночек. Мне он очень нравится. Это мой любимый рисунок. Я здесь даже себе подписала. Это его у меня отправила Варвара 2010. Ой, девочки, спасибо большое. Это мой любимый рисунок. Он очень прикольный. Он так делится на две части. Здесь собачка, здесь кошечка. Получается то, что вот половинка собачки, а вот половинка кошечки. Мне кажется, получилось очень похоже. И мои блесточки такие. Дальше идет такая прикольная почта. Рисовала ее по стелью. Кто не видел это видео, где я рисовала следующие рисунки, то переходите по ссылочке в описании. Дальше идут такие прикольные очки, где есть пальма и пальмы. И сверху написано Калифорния. Дальше идет такое облачко. Мне писали, как его зовут, но я забыла. Я всегда забываю. И, кстати, этот мультик я не смотрела. Не бейте тапками, я не смотрела. Дальше идет такой прикольный хлебушек. Очень клевый. Ламинго просто обалденный. Такой няшный, мультяшный. Прикольный зелененький заяц с оранжевым хвостиком и пузиком. И здесь такая тень серая. О май гадабл. Дальше идет листочек. Очень няшный. У него в глазах есть звездочки и сердечки. И здесь тоже есть сердечки. Их тоже очень легко делать маркером. Дальше мои тоже любимые рисуночки. Это сердечко такое окей. И сердечко Милка. Очень мне оно нравится. Это тоже мой один из любимых рисунков. Он такой, знаете, очень простой. И в то же время прикольный. Здесь можно сделать хаотичные вот эти пятна и разноцветные. То есть любого цвета. Дальше идет такой сонный котик, который только что поел. В общем, я тоже хочу кушать, как и котик. Дальше идет такой прикольный леденец. Раскрашивала я его карандашами. Это кошечка. Огромный кот, который я тоже рисовала вместе с собачкой. Вот это он и есть. Рисовала я его пастелью. Это было нелегко. Мне тут еще мама глаз размазала. Говорит, здесь какое-то пятнышко. Я так потерла, потерла. Я так размазала его. Я потом стирала это все карандашом. Идианно, девочки. Ребята, изначально я не знала, как зовут этого коте. Но мне потом сказали то, что его зовут Гарфилд. Ну, как-то так, в общем. Гарфилд. 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 Мне сказали то, что его зовут Гарфилд. 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 Дальше идет Патрик. Я рисовала его гелевыми ручками. Но пока я его рисовала, они у меня радостно закончились. И я его дорисовала карандашами. Очень классный. Можно было, конечно, нарисовать лучше. Поэтому не думайте, что он тут получается такой некрасивый. На самом деле классный. И дальше просто рисуночек мне его тоже отправляли. Рисовала я его маркерами Стабила. Очень классные. Такие неоновые я специально такие взяла. И здесь получается такая планетка. И здесь стоит девочка. Я, правда, еще не успела раскрасить. У нее вообще-то такие черные волосы. Но я их хочу сделать потом коричневыми. И, в общем-то, этот скетчбук закончился. И это только один скетчбук. Я, кстати, его еще вам не показала. Последнюю страничку. Здесь у меня такие наклички. Здесь у меня такие фламинго есть. Вот такая очень прикольная. Это моя любимая. Там есть такие нотки, такие фрешбад. Вот такие сердечки и замочки. Очень классный скетчбук. А это я капнула что-то на него. А вот это сделала Эльвира. Вот это очень радостно. Вот прям классно. Вообще бомба просто. Ничего страшного. Скоро этот скетчбук уже закончится. Придется покупать новый. Потому что я уже раскрасила больше половины. Он, кстати, такой тяжеленький. Прям реально такой. Дальше идет такой скетчбук. Он у меня совсем новый рисую. Я там не часто. Здесь идет такое пироженка. Я его рисовала карандашами. Этот рисунчик я рисовала долго. Поэтому, если захотите его порисовать, делайте это на карантине. И наберитесь терпения. Дальше идет такая прикольная чашечка, где сидят котики. Вот здесь такая надпись тоже классная. Если честно, этот рисунчик очень прикольный и легкий. Дальше идут такие прикольные лисички. Здесь они с разными эмоциями. Здесь лисичка кьют. Здесь бэйби. То есть вот сама лисичка. А здесь ее ребеночек. Это волкинг. То есть гуляющая. И найс вью. То есть красивый вид. А кьют это милая. Ну, хорошенькая мина. В общем, вы понимаете. Дальше. Идет такая клубничка. Я рисовала пастельными стабилками. И вот такой пончик. Дальше идет лапа. Так. Кое-кто моя одноклассница поет. Вспомнит ее. И губы. Я не знаю, зачем я их рисовала. Но это уже не важно. Но, кстати, получилось очень классно. Дальше идет такой прикольный тортик. Чизкейк. Он тоже как бы единорожка. Если так можно сказать. И он радужный. Тоже рисовала маркерами стабила. Я их просто обожаю. Еще ими текст классно выделять. Дальше идет такой прикольный пингвинчик на шариках. Следующие рисуночки. И этот я рисовала. Пять простых рисунков. Кто сильно не хочет заморачиваться с рисуночками, но все-таки хочет порисовать, то ссылочка под видео будет специально для вас. Включайте это видео и рисуйте вместе со мной. Еще там есть такой прикольный котик. Очень легкий. Так два кружочка, такие палочки, вот такие штучки раскрасил. И готово. Дальше идет такой прикольный единорожка. Он такой крупненький. Можно тоже нарисовать маленьким скетчбук. Такой нежный. Очень классный. Мне нравится рог. Можно его сделать разными цветами. Прикольный цыпленок. Такой желтенький, похож на солнышко. И пятый рисунок. Это вот такой карандашик, который что-то пишет. Но вы можете нарисовать здесь любой рисунок. Например, вот такие линии просто. Или какие-то завитушки. Ну что, он придет в голову просто по всему листу. Дальше идет такой прикольный стаканчик. И здесь я, кстати, подписывала имена, кто мне их отправлял. Вот здесь вы можете увидеть. Есть стакан собака и имя. То есть инстаграм. Но некоторые имена я не находила у себя в сообщениях. Поэтому писала, как я считаю нужным. Так, еще раз приветик. Дальше идет вот такой милк. Тоже отправляла Полина. Сердечко между туалетной бумагой. И какашечкой, в общем, вы понимаете. Его мне отправила. Вот София Тунгушкова я не нашла в инстаграме. Поэтому написала, как посчитала нужным. В общем, Соня, если написала неправильно, прости, но привет. Дальше идет вот такой прикольный коктейльчик. С пончиком и клубничкой. Очень классный. Я рисовала карандашами. Это было очень тяжело. Пырзик КТ. Его мне прислала Виктория Григорьева. Привет, Вика. Такой котик, который залез. Вот такой стаканчик для мороженого. Его мне отправила Диана Ганикель. Диана, привет. Дальше идет вот такой прикольный стаканчик. Это пандочка. Я обожаю этот рисунок. Это мой любимый рисунок из этого скетчбука. Он получился очень клевый. Прям очень. Я над ним очень долго работала. Здесь такие шарики получаются. Трубочка бамбуковая идет сюда. И здесь такой тоже шарик. Выходит пузырик. И пандочка в виде крышечки. Вроде не пандочка в виде крышечки, а крышечка в виде пандочки. Я назвала этот стаканчик я бамбучу. Дальше идет такое прикольное облачко, которое плюется радугой. Очень классно. У него такие синие глазки. Этот скетчбук у меня закончился. Ну, как бы скетчбук не закончился, а вот рисуночки в нем, да. И дальше идет последний, третий скетчбук. Я в нем рисовала два рисуночка. А потом в нем начала рисовать мама. А потом я тоже начала в нем рисовать. Первый рисунок, который я нарисовала, это был этот. Он очень классно рисовал карандашами. Мне очень нравятся волосы. И здесь я, кстати, еще придумала нарисовать фиолетовую молнию. Мне кажется, она сюда очень хорошо подходит. Правда, вот губы рисовать я не мастер. Дальше идет такая рука с бутылочкой. Очень классно, только мне не нравится этот рисунок. Но, кстати, задумка, я думаю, прикольная. А это уже пошли рисуночки моей мамы. Здесь девочка и мальчик. Мышка, сердечко. Кстати, хочу сказать, почему здесь все с сердечками. Потому что тогда был день 14 февраля, поэтому все вот как вот сердечное. Дальше опять котики с сердечками тоже очень классные. Арбуз, он очень клевый. Это лучший рисунок моей мамы, однозначно. О, май гадабл, девочки. Это же просто ухахатабл. Не важно. Дальше идет такая милая киска, кошечка. Кошка и кот. У них хвостики сложные в виде сердца. И они на фоне сердца. И у них, кстати, один глаз больше другого у каждого. Букашечка. Очень прикольная, миленькая. Прям классная. Мороженка. Очень прикольная. Можно нарисовать его разных цветов. Прикольный инстаграм. Вот эта рука, вот такая, с ногтями. Здесь солнце, месяц и планета. Дальше идет авокадо. Мне писали то, что моя мама забыла ему раскрасить руку. Дальше идет такой коте, который уснул в чашечке. Очень классный. Потом такие зефирки, девочка. И мальчик. Мама сказала то, что эти рисунки были очень легкие. Поэтому можете их срисовывать. Дальше идет вот такой прикольный пакетик с чаем. Дальше мы с Машей срисовывали знаменитости. Я срисовывала Ольгу Бузову, а Машу срисовывала Егора Крида. И за Олечкой у меня тут свиночка. А Пеппа, которая спит. Так, дальше ничего нет. И, кстати, последний рисуночек. Если у вас железные нервы, как у меня, вы можете его нарисовать. Сразу говорю, рисовала его я два дня. Это точечная работа. Рисовала я его только линиями. Посмотрите, это же идеально. Это такая лапа. Медвежья лапа. Здесь силуэт медведя. И здесь горы. Это очень прикольно. Здесь еще деревья есть. Очень классный рисунок. Кому не лень, можете срисовать. И отправляйте мне это в личку. Я буду ставить лайк под вашим сообщением. Ну, а на такой лапе наше видео подходит к концу. Кому понравилось наше видео... Мое видео. Кому понравилось мое видео, то обязательно ставь лайк. Подписывайте на мой канал. Нажимай на красную кнопочку и на колокольчик. Подписывайте на инстаграм, на вк, на группу вк и на мой лайк. И тикток. Ну, я пока что туда не снимаю. Но собираюсь и не собираюсь. В общем, вы меня понимаете. Ну и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok